Добрый вечер. Сегодня морально-этическое поведение казахстанцев. Но сразу двое казахстанских селебрити попали в криминальные сводки за то, что устроили дебош на борту самолета. Обоим выбрана мера пресечения ареста. Один отсидел 5 суток, другой получил 15. Вот моральный облик казахстанского шоу-биза в сфере внимания итогов. Меня зовут Сергей Гергель. Вы смотрите ток-шоу «Итоги» и мы начинаем. Итак, в центре скандала оказались сразу два шоу-мена казахстанской эстрады, устроившие пьяный дебош на борту самолета. В первом случае за нецензурную брань во время полета на 5 суток арестовали Турсунбека Кабатова. Он нецензурно высказался в адрес бортпроводников за плохое обслуживание. Сам шоу-мен не помнит, использовал ли он в своей речи идиоматические выражения в адрес сотрудников авиакомпании. Однако в ходе суда была доказана вина Акабатова, за что он и получил 5 суток ареста. Другой же осужденный Кайрат Нуртас и вовсе не согласился с приговором, но обжаловать не стал, хотя и поплатился лишением свободы на 15 суток. По материалам дела казахстанского певца привлекли по факту мелкого хулиганства и умышленного причинения легкого вреда здоровью пассажиру на борту самолета с сообщением Алматы-Астана. По сути, между Кайратом Нуртасом и другим пассажиром авиарейса произошла словесная перепалка, переросшая в рукоприкладство. Не сказать, что ситуация аховая, но в социальных сетях пользователи сразу начали требовать крови, так как все-таки личности известны. Давайте попробуем понять, почему некоторые случаи даже не привлекают к себе внимание, а некоторые вызывают общественный резонанс. Почему закон начинает работать в полную силу только тогда, когда инцидент приобретает информационный шум? И в целом, должны ли на такие инциденты реагировать власти под давлением общественности? Как всегда, все это и не только мы обсудим с экспертами. Присоединяйтесь к нашей дискуссии и вы, уважаемые телезрители, вы можете нам написать или дозвониться в прямой эфир. Номер для WhatsApp сообщений и городской номер у вас сейчас на экране. Комментируйте, задавайте интересующие вопросы, мы ждем вас в прямом эфире. Я же представляю наших сегодняшних гостей. У нас в студии Серик Беркамалов, исполнитель и директор общественного объединения «Казахстанский союз юристов». Оскар Джапаров, медиа-аналитик и Чингис Лепсибаев, президент общественного фонда. Вам всем добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. На мой взгляд, опять же, случай не могу сказать, что из ряда вон выходящий. Я не знаю, может быть, я уже привык к таким выходкам. Тем не менее, привлекли внимание прессы и вызвали такое народное негодование. Ситуацию даже прокомментировала наш министр культуры Аида Балаева. Без внимания даже не осталось. Закон должен одинаков быть для всех, она сказала. В этой связи, насколько адекватно наказание для Кайрата Нуртаса, когда он просил еще дать ему штраф, заплатить штраф вернее. Здесь как раз-таки очень абсолютно верный был выбран вид наказания, арест, 15 суток. Почему не штраф? Именно потому, что штраф для такого человека, как Кайрата Нуртас, состоятельный. То есть персонально влияет? Во-первых, конечно, любое наказание, оно персональное. Суд выносит наказание персонально, в зависимости от вины, в зависимости от личности нарушителя. В данном случае имеет значение и его финансовая состоятельность. Потому что для него, например, штраф хоть миллион тенге, он будет несерьезным и не будет нести воспитательного значения. А вот арест, это уже достаточно хорошо ударит и по нему, и по его как бы реноме. Так что я думаю, что здесь было адекватно. Да, подумать, я думаю, что в следующий раз он уже не будет такое совершать. А скажу, насколько справедливо, по вашему мнению? Я считаю, что справедливо. Я не считаю то, что именно звезды себя проявили, как самые плохие. Они отражают то, что происходит в обществе. Вы видите по новостям, большая криминализация идет. Отношения у нас мы не умеем выстраивать друг с другом. И наказание считаю справедливым. Но еще есть нюанс. Почему-то началась непонятная героизация. Тот же Турсенбек Кабатов, например, преподносит, как будто это геройство он совершил. И я считаю, что это крайне неверно. Люди должны понимать, что это все-таки противоправные деяния. И не стоит этим заниматься. Турсенбек. Ну, тут два на самом деле нюанса. Первый, да, кто героизирует людей, которые дерутся в общественных местах, да. Не то, что там где-то, да, в общественных местах. И могут себе позволить оскорблять других пассажиров, да, или каких-то других своих сограждан. То есть, если люди их, так сказать, каким-то образом оправдывают, то мы, значит, заслуживаем таких звезд. Это как бы один трек. А второй трек, я считаю, что наказание незаслуженное. В части, что мы два года назад, я лично участвовал в работе рабочей группы в парламенте, по уголовному административному кодексу, у нас сейчас есть общественные работы. Я считаю, что суд должен таким деятелям, в кавычках, назначать общественные работы, чтобы Кайрат Нуртас где-нибудь в аэропорту Астаны, дней 15, вместо того, чтобы сидеть тихо, мирно, где-то есть фуа-граф. Активаться. Да, и что-то там он ест в своей камере, да, Бог его знает. Может, начальник колонии его личный фанат, он должен тереть, мыть полы общественно, чтобы журналистов и миллиончик проходило в сутки мимо. И я вас уверяю, ни один человечек, похожий на Кайрата Нуртаса и ему подобных, больше даже не задумывается и никогда себе не представит ситуацию, где он сможет кому-то нахамить, даже себя в гримёрке. Стоит признать, я отдельно замечу, мы аналитики фиксируем, что в обществе начинает преобладать преступное мышление. Это влечёт за собой появление непонятных таких словообразований, как штрафостан и всё прочее. То есть люди конкретно говорят, когда им обращаешь внимание, что, ребята, уважайте законы, и всё будет в порядке, никаких штрафов не будет, и всё. И далее следует такое выражение, вообще непонятное, а почему мы должны уважать эти законы. И понимаете, вот эта вот бравада непонятная на сцене, которую позволил себе Турсумбек, например, да, я отсидел пять дней, ну и что, типа, жизнь продолжается. Это ненормально, это стоит осуждать. Ну, коль уж мы заговорили про Кабатова, давайте, вот предлагаю, вот как, собственно, о своём аресте, аресте Карата Нуртаса, он отшутился на своём концерте. Давайте посмотрим. На этот концерт я тщательно готовился. Пять дней готовился. Специально телефон всё выключил, никуда не выходил и готовился. Сегодня Хайрат пошёл готовиться. Хайрат, по-моему, ещё до сих пор готовится. Вот. Ну, вот не было бы так смешно, если бы не было бы так грустно, да? Да. Это отражение нашего общества или как? Полностью, один в один. Конечно. Они настолько плохие. Да. Мы даже немножко похуже. Если честно. Мне страшно становится. У нас ни общественное сознание, ни самообщество сейчас не является собой критерием качества какого-то. Понимаете? Вот. Мы больше платим, чем хорошим. Но, тем не менее, возвращаясь, всё-таки закон един для всех. Вот давайте вот об этом, да, Серик? Всё-таки закон един для всех. Да, вот, кстати, Чингиск правильно сказал, что вот лучше бы ходил, тёр, мыл, какую-то полезную работу бы делал, не пятьсоток сидел. Готовился. Да, он по-другому. Он бы об этом бы по-другому рассказывал. Есть такие меры? Или в нашем законодательстве отсутствуют? Есть, есть. По хулиганству, как раз, можно было до 600 часов общественной работы применить. Но здесь, я думаю, что более жёсткая была. Почему? 15 соток – это более жёсткая? Более жёсткая, да. Более постыдно 600 часов общественных работ. Более постыдно было бы. В плане постыдности. Рабочих часов. Да, 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 да. Но у нас, видите, общественные работы сейчас так активно не применяются, потому что, ну, практики нет. Нету нормальной акиматы, не могут организовать, где нужно проводить общественные работы. Для них нужно было разбиться в лепёшку и вот придумать специально, персонально, поп-рота. Это, между прочим, очень хорошее наказание. Общественные работы недавно ввели в административный кодекс даже. Я говорю, сам в рабочей группе сидел. Вот, поэтому эту меру нужно активно применять, но, к сожалению, государство у нас, местные исполнительные органы не готовы к применению этих норм. Очень прискорбно это. А вообще, воспитательная роль такого наказания, конечно, была бы очень высокая. Смотрите, вот, по факту, Кайрат Нуртас и его друг Асалбек Бекаиров устроили драку. То есть, словесная перепалка сначала там, про какую-то свадьбу речь зашла, тот лицензурно ответил. Ну, со слов, опять же, их. Но Асалбеку дают 10 суток. То есть, по сути, за одно и то же преступление, да? То есть, опять, почему такая разница? Ну, потому что более общественно значим, наверное, Кайрат. То есть, его деяние, учитывая его известность, оно более наносит ущерб обществу, чем деяние менее известного человека. Ну, там надо обратить внимание на роль. Активная роль была. То есть, мы же обстоятельства этого делаем. Видео не видели, как кто. То есть, суд здесь определил, кто был зачинщиком, кто более какой-то активный ухулиганскую роль. Ну, со словом Кайрата, что, наоборот, Асалбек на него набросился. Ну, давайте будем доверять суду. Суд разобрался, пусть так и будет. Я не думаю, что 15 суток только из-за того, что он Кайрат Нуртас и что он там знаменитая личность. Нет. Закон действительно одинаков ко всем. Другое дело, что общественное отношение к селебрити, так называемому, оно более повышенное, конечно, и требования высокие. И если ты человек, за которым идут миллионы, у которого есть миллионы поклонников, ты, конечно, должен себя вести. Намного ты должен бороться образцом поведения. А он ответственный за поведение своей аудитории. Да, естественно. Поэтому, конечно, можно и ожидать того, что ответственность с тебя будет намного выше, чем в другом. Ну, знаете, сейчас посмотришь, какие-то молодежные селебрити, которые работают на молодежную пультуку, но, извините, там подражать нечему абсолютно. Ну, а как они себя ведут? Тем не менее. Тут разговор идет о законе же. Если они не совершают противоправных действий, то пусть себя ведут, как хотят в рамках закона. Но видите, тут еще есть такой момент. Вот, допустим, в тех же Соединенных Штатах, условно, да, вся нынешняя поп-культура, да, как ни крути, что кино, что даже телевидение и все остальное пришли оттуда, да, то есть мы в треке Голливуда смотрим фильмы и так далее, то там, если, условно говоря, отдельно взятый поп-исполнитель, да, публично, да, не уважает своих, условно говоря, аудиторию свою, да, своих слушателей, то у него не будет выхода ни на какие-то площадки, никуда. Да. То есть одно дело ломать гитару, да, как Ози Озборн, а другое дело плевать в лицо, да, мальчикам там маленьким и так далее, и так далее. И у нас совершенно нормально, да, там кто-то... Ну, подготовился, вышел, провел концерт, все нормально. Вот дело, смотрите, дело ведь абсолютно не в праве, не в юридических тонкостях. Здесь все абсолютно нормально. Здесь как бы абсолютно показательно сработало система права. То есть нарушил, сел за это, поднес наказание. Но, по сути, оно наказанием для него не является, потому что они, сегодня они будут шутить о том, что вот он там... Да, они переводят макетиковую плоскость, что типа это круто, это ненормально. Поэтому здесь нужен вопрос о моральной ответственности и отношении общества к этому. То есть у нас нет культуры репутации у человека. Абсолютно. Ну, полный зал, все сидят, смеются. Вот, все радуются, все хлопают, и поддерживают. То есть это, наоборот, будет еще позволять ему совершать новые правонарушения. Но вы не кажется, что это некая манера оправдаться просто? Нет, это... Перевести это все в шутку, в абсурд? Я оправдываюсь, да, с одной стороны. Но, с другой стороны, это и хайп, на котором зарабатывается более известная... Он считает, что перед кем он должен оправдываться? Перед публикой выйти на сцену, как я не прав. Нет, нет, это он думает, что перед кем я должен оправдываться? Такая... То есть психология такая. Я же сам по себе крутой. То есть со мной ничего не случается. Если со мной ничего не случается... То есть я король жизни, а вы там уже как-то... А все остальные, говорю, то есть у нас были случаи, когда, не знаю, ну, какие-то совершенно другие противоправные действия делали. И там пьяными за рулем ловили и так далее. И ничего же не случалось же. Просто не хочется, чтобы это было какой-то публичной травлей хабатов, да, в свою очередь. Но человек должен выйти и показать, что да, мое поведение было неправильным. Не берите с меня пример. А тут он переводит все в формат. Вот я герой, посмотрите. А еще есть круче герой, который 15 суток отсидел. Что это? Это нормально? Тем самым он показал просто неуважение и к правосудию, и к праву вообще. Да? И вот перевел в шутку его понесенное наказание. Вместо того, чтобы извиниться перед публикой. Но вы согласны, что для некоторых может прийти, и ты вот хоть лоб разбей, а полк, скажут, недостаточно ты извинился? Вот найдутся такие люди, которые скажут все равно. Если он скажет публично слово извини, это уже достаточно. Это уже достаточно. Ну, в защиту Попатова он в суде, по крайней мере, извинился. Суд это одно. Другое дело, бравирование вот этим на публику извинить. И когда это все в соцсети разносят, и тебя миллиард человек видит, как ты насмехаешься над правосудием, это ненормально. То есть, а вы считаете, что он насмехается? Это насмешка над правосудием, да, в чистом виде. Если вот мониторить социальные сети, пространство, вот это информационное пространство, то есть как отреагировали вообще? 50 на 50. 50 на 50. 50 на 50. Но, с одной стороны, радует, с другой стороны, огорчает, потому что 50% поддержки это очень много. На 50% поддержки выборы выиграются, извините. Тут человека конкретно, да, молодец, да, это ненормально. Ну вот говоря о реакции министра культуры Айды Балаевой, о том, что вот какой пример они должны подавать, это все-таки речь про такую некое облико морали? Любой публичный человек, когда он выходит в публичное поле, он же понимает, что и у меня... Ну это же тоже человек, она даже сама говорит, что... Но публичность, она налагает обязательства. Ничто не чуждо им. Почему? Потому что раз тебя внимает, тебя слушает какая-то часть аудитории, ты ответственный за то, что она будет думать, что она будет делать. Так или иначе, ты влияешь на принятие ей своих решений. И поэтому публичность, она налагает большую ответственность в таком плане. Ну возьмите себя, например. Вы же не всякое себе можете позволить, правильно, когда ведете прямые эфиры? Ну в прямом эфире нет. В том-то и дело, да. Но это одно и то же. Мне сейчас подсказывают режиссеры, что у нас есть дозвонившийся. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, представьтесь, и по какому вопросу? Меня зовут Самат, я с города Актал. Я по вопросу вот этих вот артистов, которых это наказали, так, за дебош. У меня есть приложение. Так, значит, 5-10 суток, 15 суток, это, конечно, нормально. Но я считаю, что это слишком мягкое наказание. Надо, мое мнение личное такое, не только мое мнение, моих друзей, значит, надо как минимум на полгода запретить им выступать с концертами. И когда ударят по карману, они задумаются. А так вот, что он, 5 суток для него, что такое? Он думает о работе или что-то делает? Да ничего, он там не делает. Они же наглые такие, совсем уже. Поэтому надо более жестко подходить к этому, я считаю. Спасибо за ваше мнение, спасибо за интересное, кстати, мнение. То есть на полгода решать концертов, это административный рычаг такой. В административном нет права. В уголовном можно занять определенными видами деятельности с ограничением определенных сроков. Это есть некоторые составы. Но мы знаем, когда у нас просто так отменяют концерты? Да, но это уже другое. Вроде бы как по надуманным причинам, но могут отменить. Нет, но смотрите, вот у министерства культуры... Я понимаю, что это не в правовом поле уже. Нет, в правовом поле у министерства культуры отменить определенное общественное значимое мероприятие, общество политическое или общество социальное, по каким-то, по есть определенным набором критерий. Министерство культуры в состоянии запретить. Но просто оно не в состоянии запретить сразу все концерты. Оно может запретить там, условно говоря, в Казахстан что-то проводить, да, или еще где-то. Но запрещать там, скажите, условно каждому... Вы думаете, у нас, по-моему, эта сфера не такими многими людьми курируется? То есть можно их вызвать и сказать, что вот давайте вы пока под надуманными предлогами не проводите эти концерты. Но это опять же не в правовом куре. Не в правовом, да, не в правовом. Ну так тоже зажимать и государственным путем там вмешиваться в такие вещи. Это люди не должны... Мы не можем лишать людей зарабатывания хлеба, понимаете? Это их право. Но вот мы сейчас здесь все стоим, вот такие неплохие, такие эти, но в то же время давайте с ними по-человечески. Они неплохие, их можно назвать заблудшими как-то, их можно назвать непонимающими своей ответственности, в первую очередь. Им важно самим до себя докопаться, понять, что то, что произошло, это неверно, раз мы это обсуждаем. Самим до себя докопаться и уже исходя из этого выстраивать свои отношения со своей аудиторией. Вот это их основная проблема, боль задачи. В следующий раз нарушить, значит не понял, значит он действительно уже получит какие-то условные полгода или 600 часов работы. В Германии, в Германии для таких есть такая профилактическая процедура, называется идиотентест. Да, да. Вот идиотентест, если ты два раза не прошел, то все ты, например, не имеешь права водить или не имеешь права в магазин заходить какой-то. Вот у нас замечательно было такое, не только для этих двух господ, а вообще в целом такое вести. Но там еще и курсы проходишь, по-моему, недешевые курсы, там 3-4 тысячи евро ты обязан оплатить у психолога и пройти. Да, и чтобы ты для себя, когда ты проходишь, я думаю, что там, наверное, что-то по-другому как-то включается. Самое страшное и самое действенное наказание вот для таких вот было бы, да, это вот когда его публика просто не приходит на концерт, да, культура отмены. Да, вот этот человек, ну, оскорбил общество, да, своим поведением, он показывает неправильное поведение, и мне просто неприятно, я не буду его поддерживать своими деньгами, не буду ходить на его концерт. И все, вот это вот, когда мы дорастем до такого уровня, культуры, вот тогда мы и получим нормально. Но раньше же не было таких вот инфоповодов, то есть заминали их или как? Заминали. Всегда это было, интернет просто вывернул все наизнанку, то есть благодаря интернету мы стали узнавать о том, что происходит в тысячи раз больше, и вынуждены на это реагировать. Ну, то есть вот это продолжающееся, ты же понимаешь свою ответственность, ты не дурак, согласитесь же? То есть понимаешь ответственность своего поведения, что ну прилетит, да, причем прилетит на самом высоком уровне к тебе. Поэтому, ну ты волей-неволей начинаешь задумываться, а здесь чувство безнаказанности или как? Ну это звездность свою роль играет, дело в том, что мы знаем очень старую поговорку, огонь, вода и медные трубы. Медные трубы очень тяжело проходить, не каждый человек выдерживает испытания славой, вот мы это видим, постоянно наблюдаем. Вот, но на это не стоит тоже скидку особую давать, почему? Потому что еще раз говорю, человек, публичная личность, он первый отмечает за поведение своей аудитории. И вот нашей сегодняшней встрече, да, еще раз говорю, не хотелось бы какое-то персональное гонение того же Хаббатова или Хайрата Нуртаса превращать. На самом деле мы должны понимать, что речь идет о поведении людей вообще, в целом, а их как показательных. Ну смотри, некоторые наоборот, селебрити, вот таким способом, наоборот, привлекают к себе внимание, такой черный пиар, можно сказать, да? Ну, сейчас же нет конкурса, где можно было их выпороть правильно, по решению суда, поэтому они наглеют. Многие люди у нас свысока относятся к закону, например, и это тоже стоит понимать. Надо гостить, надо возвращать на место, опускать на землю. Для этого есть закон. Как считаете? Абсолютно согласен. И, по крайней мере, мы, благодаря вот интернету, у нас уже больше внедряется неотвратимость наказания. То есть нарушил, попал на любую камеру, и он в любом случае уже до суда дойдет. Если раньше могли, как говорится, да, замять, там, решить деньгами или знакомствами, и не довести до публичного, то сейчас это практически уже невозможно. Хотел здесь вспомнить, знаете, вот того же приснопянутого Бешимбаева, да? Вот посидел человек за коррупцию, да, каким-то чудом вышел из тюрьмы, там, не отсидев даже третий срок, да, и пошел опять дальше гулять. И догулялся, да, до того, чтобы человека убил, да? И бог его знает, если бы не эта публичность, да, то, может быть, и дальше бы сейчас продолжал гулять. Как-то так. И вот таких Бешимбаев у нас очень много, и многие думают, что если у них есть много-много денег, причем неизвестно, каким образом полученных, да, то можно где-то быстренько что-нибудь порешать и дальше продолжать. И вот сейчас благодаря интернету, да, и благодаря людям, да, немножко неотвратимость наказания, она появилась. Но не появилась в обществе у нас. Не появилось, да, мнение, то есть того же Бешимбаева, в первую очередь, обвиняя, что он человека убил, там, в силу, да, того же, там, семейного бытового конфликта, да. Но никто почему-то не вспоминает, что он по умолчанию, ну, как бы, нехороший человек, потому что он у детей, и у нас всех, да, сворал очень много денег. И очень много, там, больниц и школы не построены. Про это как-то никто не хочет вспоминать. А вот на самом деле здесь ситуация, кейс, по аналогии, очень похожа на самом деле. Только не такой страшный. То есть опять же возвращаемся к тому, что мы это все воспринимаем, принимаем неправильно, то есть общество. Еще раз говорю, у нас в обществе преобладает преступное сознание. Это тяжело признавать, но это стоит признавать. У нас люди больше... Абонул государство, о, красавчик, да? Да, у нас люди больше готовы, скажем так, это пережитки советского сознания, они больше готовы быстрее приступить к закону, если кто-то не видит, да. Ну, тогда здесь получается вопрос доверия к государству, доверия к властям, нас. Нет, это доверие опять-таки форма торговли. Когда ему выгодно человеку, он пользуется госуслугами и всем, пожалуйста. А когда ему не выгодно, он говорит, я не доверяю власти, да. И вот это разделение само, раз уж говорим об этом, народ, власть, оно искусственное и фальшивое. На самом деле все одинаковые, и той же коррупцией на властных каких-то структурах занимаются дети тех же людей, которых они так воспитали. Хорошо, насколько реален тот сценарий, что общество объявит бойкот таким вот звездам? В наших условиях нереально, потому что, еще раз, у нас очень низкий уровень сознания общества. Да, они скорее, даже если, предположим, как предложил наш человек, который дозвонился, лечить гастроли на два месяца, на полгода, все равно наше общество будет ему тайно какие-то колы ему устраивать, он где-то будет там в дальних хаолах свадьбу вести, но они не дадут ему умереть, они будут, он от голода, ну, в кавычках, конечно, они будут его поддерживать. Но это же народная любовь, в принципе, с одной стороны. Я согласен, но с другой стороны, важно выбирать. Но они готовы к порицанию или что? Если подобного формата народная любовь у нас дальше будет развиваться, извините, мы потеряем государство. Потому что государство, в первую очередь, это уважение законов, уважение первоисточников. Ну, и повлиять мы тоже на это не можем. Можем влиять. Мы как общественность, мы как общественность. Мы как общественность, и мы же сами получаем себя и устраивать. Мы сами себя должны пороть, да. Не за то, что мы... Ну, кто себя будет сам пороть? Вы сами представляете? Мы можем понять, что, извините, он должен развиваться. Тут, наверное, вопрос... Почему 5 лет? Тут, Чингис, сейчас сказали, что ближайшие 5 лет. То есть за 5 лет мы там сознание поменять? Немножко, немножко больше будет молодежи, которая все-таки, да, немножко по-другому училась и немножко по-другому думает. Но если это вот твой кумир, то есть ты его любишь, и ты готов ум прощать вот это все? Я не думаю, что Карат Нуртас дорос до стадии кумира на уровне там какого-нибудь Фредди Меркури, да, или кого-то такого, да? То есть... Ну, фан-база все равно какая-то есть. Ну, вот фан-база, я надеюсь, немножко начнет немножко хотя бы сопоставлять что-то на уровне хотя бы букваря, да, и думать о том, что, то есть, как бы, кумир все равно должен какие-то хорошие вещи. Ну, сейчас вот вы очень нехорошие вещи говорите про аудиторию, то есть до уровня букваря, вы думаете, что у нас вообще неграмотные все? Я не говорю про всех. Просто любовь застилает. Я не говорю про всех, я говорю про фан-базу именно конкретного, ну, вот, допустим, исполнителя, который, ну, позволяйте такие вещи. И почему 5 лет тогда, по-вашему мнению? Ну... За 5 лет и грустного сознания поменяется? Подрастет, говорите, подрастет немножко поколение другое. Нынешняя молодежь, она, конечно, намного отличается уже от нашей. Но это не произойдет смена поколения же. Не, смена поколения. Она уже произошла. Происходит. Она произошла уже, просто мы не замечаем. Это поколение зумеров, да, есть так называемые? Не, ну, кто сейчас прославляет Казахстан, посмотрите, это наши дети. С одной стороны, можно выдохнуть, уф, мы как поколение, мы свою роль сыграли правильно, красиво, мы параллели следующее поколение, которое спокойно дальше и развивает страну, и зарабатывает деньги, все в порядке. Поэтому, как бы, мы уже отработанный материал, по большому счету. В общем, у нас пора списывать, да? Нет, почему? Мы должны кайфовать. Даже пожинать плоды. Да, пожинать плоды. А вот не кажется ли вам, что вот у нас есть тоже очень такая, ну, плохая черта, наверное, у каждого, скорее всего, из нас, что мы вот готовы. У чужих соринку в глазу найти, у себя бревна не видим. Ну, это была основная болезнь нашего общества. И вот кто-то пытается, ну, не пытается, а оступился там, неважно как там. Вот мы сейчас вот сейчас разговариваем, мы не были ни там, ни там, то есть мы не знаем. То есть мы все со слов там кого-то, чего-то там, как преподнесли это СМИ. А вы знаете, что информацией можно манипулировать, то есть мы не знаем. Но сейчас мы вот осуждаем. То есть, с одной стороны, это правильно, что нельзя такие поступки совершать. С другой стороны, вот реально, что там... Здесь же рецидив у него был. То есть это решение суда, у него уже второй суд. У кого? У того же Нуртаса. Ну, первый раз за непристегнутый ремень? Да, вы про это говорите? Нет, первый раз был, тоже у него был дебож. Я про недавний случай, который имеется в виду. Нет, он именно про дебож на борту самолета, у него такой второй, насколько мне известно. Это второй. То есть у него есть два решения суда. То есть первое решение суда по одному, где он штрафом наделся. И это уже второй такой, вторая такая история. Ну, ничего не меняется. Ничего не меняется. Поэтому такое отношение. Не потому, что вот первый раз любой может наступиться. Ну, не так, конечно, не все дерутся на борту самолетов, мягко говоря, да. Но ладно, один раз, может быть, человек был там, что-то горе произошло у него. Ну, не два раза же подряд. Это уже как-то странновато. Ну, про подряд тоже, кстати, речи не идет. Не, я в целом говорю. Концептуально. Мы сейчас говорим концептуально. Вот смотрите, тут нам сообщение пришло от наших телезрителей. Вот добрый день, госслужащим после правонарушения запрещают быть на госслужбе. А артистам нужно запретить их творческую деятельность. У нас тоже очень серьезно такое. Ну, невозможно запретить творческую деятельность. Это невозможно. Нет, вообще запрещать самим, да, то есть государству нельзя. Это должны сделать люди сами. Мы же... Ну, просто нельзя. Если госслужащих вот запретили, все запретили. Нет, но госслужащих за счет налогоплательщиков существует. Госслужащих особый статус, который амминируется с отдельным законом. Давайте не будем забывать. Кодекс системы. Там особо требования. Творческие личности тоже существуют за наш счет. Потому что мы приходим и голосуем деньгами. Вот поэтому я говорю, если госслужащие существует за счет налогоплательщиков и в рамках своего функционала работы, да, получает компенсацию за свои знания, труд и так далее за счет налогоплательщиков, то артист на свободном рынке получает деньги от людей, которые добровольно платят или не платят за концерт. Кстати, если не ошибаюсь, прошу прощения, что я перебиваю, у нас госслужащим можно заниматься творчеством. Бизнесом нельзя, но творчеством заниматься можно. Закон это разрешает. Да, у нас были такие госслужащие, не получая за это деньги. Почему? Получая за это деньги. Да, концерты можно проводить, оперные. У нас что официально, чем можно госслужащим заниматься? У нас была замечательная оперная певица. Замечательная. Сейчас вот про того. Да, на хабаре, об этом вы должны знать. Мы же на хабаре. Ладно, хорошо, не будем застрять на это внимание. Вот знаете, я о чем тоже, к отсылке, то, что написали нам сейчас наши телезрители. Кодекс же существует, госслужащего, журналиста, медработника. А вот про творческие специальности, про наших творцов, которые культура, нет этого кодекса. То есть, может быть, пора уже создавать? Это не когда-то северный корейст. Слушайте, это же служитель культуры. Зачем ему кодекс? Он по своей сути должен быть вообще априори, эталоном культурного поведения. Тут даже нельзя, не надо придумывать никаких кодексов. Ну, культура тоже бывает разная. Нет, совершенно нет. Ну, пусть тогда идет в панк-рок, и там, не знаю, со сцены что-нибудь делает в зал. Или в санксон поедет. Никаких вопросов к нему, потому что это панки. Но ты же не панк. Ты же для семейных на то их выступаешь, там, по поводу создания новых семей и так далее. То есть, ну, как бы об этом же идет речь. Тогда вот что делать? То есть, забыть, что ничего не было? Нет, нам извинять. Наше общество должно быть. То есть, вот сейчас, нет, подождите. Есть закон. Закон отработал. Закон, что работает. Да, отработал свое. То есть, наше общественное порицание сработало 50 на 50. То есть, кто-то, наоборот, поддержал. Героизация, как это сказано. Героизация идет во всю. Да. То есть, кому-то под уху это, кому-то кто-то не принял это. Но что делать в целом-то? То есть, мы можем так, как рыба об лед, биться. Читать закон. У нас вот, я вот с этим столкнулся, когда ковид начался, помните? Вели ЧС, и вдруг выясняется, что люди элементарно, причем, имея в интернете сборник законов под рукой, люди элементарно не знали, что себя представляет закон ЧС, ЧП, например. Люди у нас не хотят читать законы. Люди вообще не хотят читать. Это основная проблема. И поэтому, когда что-то происходит, они нарушают закон, они делают изумительные. Это все так поступают, в общем, как угодно. А мне наказали? Да, да, да. Но тебя наказали, потому что ты поймался, да, дорогой мой? Но тогда у них сразу идет такое мышление. Ага, значит, надо не ловиться. Понимаете? Ну, это совсем инфидентарно. Это абсолютно преступное мышление. Еще один пример, да, такой, немодный вообще. Когда идет разговор про концепцию, да, у нас даже в Казахстане сейчас нету концепции правового образования. Вот нету такой. Она когда-то была в 2013 году, потом бесславно где-то скончалась в 2019, ее таки не приняли. Но я вам скажу вот такой пример. У нас человек может устроиться в Акимат, в Акимат или в министерство, через полгода купить себе камри, а потом через год купить себе дом. И он красавчик. Знаете такого момента? Пока не попадется. Понимаете? Это мама-папа. Нет, пока не попадется, он красавчик. И более того, даже если он попадется, все равно он не становится ни рукопожатым. Он такой же нормальный, да, ну, попался. Всякое бывает. Это вы сейчас к чему? Это я к тому, что вот здесь точно такая же ситуация. То есть мы опять возвращаемся к менталитету нашему, да? Да, вот всякое бывает. Вот пока только этот вот человечек, который на камре себе накопил за год, становится ни рукопожатым, и все, и его родители, и его родственники, потому что они знают, что это вор. А вот здесь не вор, а здесь просто, ну, обычный хулиган, преступник. И вот как только станет с ним... Ну, человек, который и там, и там приступил к закону. Да, вот как только станет с ним не очень хорошо быть среди его друзей, быть среди его каких-то там партнеров и так далее. Как только мы в себе, ну, это нормальный цивилизованный подход воспитаем, как это во всем цивилизованном мире. Как его воспитать? Давайте вот начнем с этого. Ну, надо продвигать идею честного человека, который работает своим трудом, и продвигать, показывать таких людей. И не хвастаться тем, что вот он там на госслужбе заработал какие-то деньги. Наоборот, такие люди должны, естественно, подвергаться. Тут вопроса идеологии у нас сейчас нету, да, по факту. Рухани Женгура отменили, а никакой идеологемы у нас нету. У нас есть идеологема, надо много зарабатывать, много денег. Если тебе много денег, ты можешь делать что хочешь. Ты можешь что угодно делать, вот главный результат. Результат — это деньги. Даже президент признался, что государственный менеджмент бесстилен, потому что идеология формируется снизу. И это отдельно. Оформируется, да, то есть неважно. То есть это работа нас, общества в целом, каждого человека, общественных организаций, конкретной личности. И говорить о том, что кто-то нам сверху должен спускать какие-то модели поведения — это заблуждение. Все зависит только от нас в первую очередь. Ну, понятно, но как менять сознание наше? То есть сам ты явно не пойдешь и не будешь менять его. Считать законы в первую очередь. Потому что все мы считаем, что все нормально. Понимать, что раз ты гражданин, ты должен читать законы, понимать, что тебе можно, чего нельзя. У нас все очень хорошо знают свои права. К сожалению, у нас есть определенная группа людей, которых от животного состояния отделяют только в рамке уголовного кодекса, извините. Это можно честно говорить. Они так себя ведут нормально, потому что есть уголовный кодекс, который даст им по башке. А так, в принципе, человеком его назвать крайне трудно. Страшно слышно. Да, это так называемые животные. Нам нужны нормальные, хорошие национальные программы правового просвещения. Объяснять людям, чтобы соблюдать закон нужно не из-за того, что тебя накажут. Ну, опять же, найдет 100 человек, у меня много денег, вы там соблюдайте, а я куплю. Ну, да. То есть вот не будет ли такого, а я, глядя на него, но все, он не соблюдает. Нет, зачем это соблюдать? Вот для этого как раз через 5 лет и нужны будут новые поколения, которые уже не даст ничего делать, потому что кругом идут камеры, кругом каждый сможет записывать на телефончик. И каждый, что думаешь, он крутой, когда он крутой. Это вот пример, да, хороший. Возле, не знаю, возле Меги есть перекресток, да, перекресток, на котором все ставят машины. И вот подъезжает туда машина, какая-нибудь на очень хороших номерах, и вот какой-то дедушка. И видно, что дедушка какой-то бывший сенатор. И когда достаешь телефон, он говорит, что-то у вас знакомое лицо. Это дедушка быстро возвращает свою машину и уезжает с перекрестка. А когда ему говоришь, а вы на перекрестке припарковались, нельзя же на перекрестке припарковаться? Он даже не смотрит, понимаете? И вот когда у нас станет много такого, везде причем, строят ли эту школу или дорогу, или кто-то там в самолете кому-то хамит или в автобусе. Как только такое начнется, к сожалению, это так, потому что люди самостоятельно не могут научиться. Приходится снимать, фотографировать, выкладывать. И соцсети у нас для правового государства сделали больше, чем целое ведомство у нас, к сожалению. В общем, к сожалению, можно констатировать, времени просто уже нет, констатировать нашу беседу так, что все в наших руках. Человеком делает только человек. Ну что ж, спасибо вам. Я добавлю только что, команда итогов уходит в отпуск и прощается с вами, наши телезрители, до нового телевизионного сезона. Стартуем во второй половине августа, следите за анонсами. И спасибо, что были все это время с нами. На этом все, далее наши...